Привет, меня зовут Варвара Макаревич. В прямом эфире из Вашингтона Брифинг, проект, в котором мы рассказываем, что сегодня обсуждают в США. А вы можете писать нам комментарии по поводу транслируемых сюжетов, и мы увидим их в режиме реального времени. Одна из тем, которая сегодня широко обсуждается, прошедший визит Джона Болтона в Россию. Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, посетил Москву и проинформировал российское руководство о намерении Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Джон Болтон, советник президента США национальной безопасности, посетил Москву и информировал российское руководство о намерении Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД. Болтон подчеркнул, что одной из главных причин этого стали нарушения договора, допущенной России. Проблема заключается в том, что российские ракеты, нарушающие условия РСМД, сейчас находятся в Европе. Угроза не американский выход из этого соглашения. Угроза – это уже развернутые российские ракеты. Подписанный в 1987 году Американо-советский договор предусматривал запрет на производство и развертывание крылатых и баллистических ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. За три года два государства уничтожили около 2700 таких ракет. После распада СССР Россия приняла на себя исполнение ее международных обязательств. США впервые обвинили Россию в нарушении условий этого договора в 2014 году. Речь шла о производстве крылатой ракеты. Тогда и впоследствии Москва категорически отрицала, что нарушает условия соглашения. Американская позиция следующая. Россия нарушает этот договор. Позиция России они не нарушают. Остается понять, как убедить русских начать исполнять свои обязательства по договору, которые, как они думают, они не нарушают. В 2017-м Россия начала развертывание нарушающих договор боевых систем в Калининградской области. В декабре 2017 года до прихода Джона Болтона в администрацию Трампа Госдепартамент США предупредил Россию о недопустимости нарушения РСМД. Сам Джон Болтон давно выступает против этого соглашения. Еще в 2011 году он указывал, что договор эпохи Холодной войны не учитывает новых реалий, например, ракетные угрозы со стороны Ирана. За прошедшие годы ракеты средней дальности активно производит и развертывает Китай. Утро в Лос-Анджелесе традиционно началось с пробок. Причиной, однако, стало небольшое количество машин, а самолет Люфтваффе. Что делал самолет времен Второй мировой войны в Калифорнии? Смотрите в нашем сюжете. Во вторник, 23 октября, старинный самолет времен Второй мировой войны произвел вынужденную посадку на трассе 101 в 60 километрах от Лос-Анджелеса. Пилоту удалось выбраться до того, как самолет загорелся на разделительной полосе. К счастью, ни одна из проезжающих машин не пострадала. По словам пилота, причиной аварии был отказ двигателя. Я выбрал место на трассе, где, по моему опыту, немного машин, но двигатель совсем отказал. К счастью, никто не пострадал, кроме самолета. Самолет модели АТ-6 принадлежал группе пилотов-ветеранов Второй мировой войны. Фюзеляж был окрашен в цвета немецких военно-воздушных сил времен Третьего Рейха с соответствующими символами. Огонь почти полностью уничтожил самолет. Пока его тушили, на оживленной трассе в обе стороны собралась пробка на несколько часов. Надо отметить мастерство пилота, которому удалось посадить самолет вне аэропорта. Нужно пройти огромное количество медицинских тестов, прежде чем получить летную лицензию. Но что делать, если человек слабослышащий? Коммерческими самолетами управлять не получится, но Федеральная авиационная администрация США нашла решение. Люди, испытывающие проблемы со слухом, имеют право выполнять полет. Но, правда, только если он не предполагает использование радиосвязи. О проблемах слабослышащих задумалась сеть кофеин Starbucks. Первая кофейня для глухонемых начала свою работу в Вашингтоне. В минувший вторник у 20-летней Ребекки Ведзовски наконец-то появилась возможность сделать, казалось бы, настолько простую в бытовом смысле вещь – заказать кофе. Одна из самых больших в мире сетей кофеин Starbucks открыла свою первую кофейню для глухих и слабослышащих в США. Находится она в Вашингтоне и сделана была, по примеру, аналогичной кофейне в малазийском городе Куала-Лумпур. Та была открыта еще в 2016-м. На первый взгляд кофейня ничем не отличается от остальных – тот же интерьер, та же униформа работников. Только вот сами сотрудники в основном тоже либо глухонемые, либо слабослышащие и общаются с посетителями на языке жестов. Отличает заведение только одно – несмотря на огромное количество посетителей, там необычайно тихо. Но это совсем не значит, что там нет общения. Эта кофейня дает глухонемым и слабослышащим людям возможность общаться за пределами университета, просто есть или знакомиться с другими глухонемыми людьми. Когда я ходила в обычный Starbucks, мне приходилось показывать свой заказ у себя на телефоне в надежде, что меня поймут. Здесь не нужно произносить свое имя вслух. Оно появляется на экране, и тебе не надо бояться, что ты не услышишь, когда тебя позовут забрать заказ. Если вы хотите кофе, положите один кулак на другой и поворачивайте их то в одну, то в другую сторону. Чем-то этот жест напоминает принцип работы кофемолки. На открытии кофейни присутствовала единственная глухонемая актриса-лауреат премии «Оскар» Марли Мэтлин. По заявлению Starbucks, открытие кофейни для глухонемых поможет стереть различия между людьми с разным этническим, социальным и религиозным происхождением. Возможно, именно это и поспособствует тому, чтобы и те, кто не говорит, были услышаны и приняты всеми остальными. Эта неделя богата на открытии мест, связанных с едой. Помимо новой кофейни, открылся музей пиццы в Бруклине. Пицца – важная часть американской культуры. Теперь у нее даже есть свой музей. Посетители могут сделать селфи на фоне расплавленного сыра, позагорать на пицца-пляже и побродить среди инсталляций, посвященных пицце. В музее пиццы представлено все, что с ней связано. Постеры, комиксы, здесь есть даже видеоигры, инсталляции и произведения искусства, посвященные пицце. Пицца – универсальное блюдо для всех. И для одиноких людей на мели, которые покупают кусок пиццы за доллар в уличном кафе, и для больших компаний, которые заказывают огромную пиццу за 50 долларов. В музее также представлены разнообразные коробки из-под пиццы. Совершенно безнаказанно их можно разбрасывать в зале музея, а нанитый фотограф запечатлеет этот момент. В музее вы сможете полюбоваться и на вине роботи-челли с пиццей в руках. Но какой же музей пиццы без настоящей пиццы? Ее можно попробовать здесь же, в кафетерии. Билет в музей стоит 35 долларов, выставка открыта до 18 ноября. Ученые из НАСА тоже кое-что открыли, но их открытие никак не связано с едой. Идеально прямоугольный айсберг попал в объектив видеокамер НАСА. Ученым из НАСА удалось заснять на видео идеально ровный прямоугольный айсберг в водах Антарктики. Он виден в левой части кадра. По мнению специалистов, айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена совсем недавно. Именно этим объясняется его идеальная форма. Если присмотреться, на видео в центре кадра виден еще один прямоугольный айсберг, но не такой же ровный, как его предшественник. Фото и видео были сделаны в рамках миссии НАСА «Ледяной мост». Эти материалы используются для построения трехмерной карты льдов Арктики и Антарктики и для изучения последствий глобального потепления в этих регионах.